клево всем друзья я на рыбалке приехал половить на поплывочную удочку попробовать половить карася людей много сегодня кстати 23 февраля всех с праздников всех причастным к этому празднику с праздником друзья я с поплывочной удочкой попробую половить карася после стаяни снега все затоплено и все грязно сейчас покажу вот места где буду ловить склякать жижи так вот будет стоять мое место благодаря платформе буду еще сидеть более-менее нормально в чем платформа я хороша даже в таких условиях можно нормально ловить буду с махом пытаться ловить карася погнали друзья ребят условия ловли просто вот такие грязь жижа ну как я люблю сама прикольно то чтобы не скучно было ловить буду на поплывок прикормка в принципе что на фидер был две недели назад можно зайти посмотреть в этих же местах что на поплывок в одна и та же особо роли не играет выживаться не надо я возьму одну пачку 800 грамм черный лещ прикормку и добавлю в нее арома в сухую прикормку добавлять нельзя мало того друзья в сухую прикормку нельзя добавлять арому смешанную даже с водой это берут арому наливают воду и льют сухую прикормку ни в коем случае этого делать нельзя если арома на миласе у меня арома на миласе миласа имеет свойство обволакивать сухую прикормку прикормка начинает перестает впитывать воду кажется что она мокрая впитала но в итоге получается она сухая внутри и когда миласа начинает растаивать в воде это прикормка начинает сильно всплывать этого делать нельзя тем более при ловле карася у меня задача карась прикормка должна максимально быть тяжелой максимально лежать на дне не всплывать призывать рыбу должны частички прикормки арома небольших количества которые есть самой прикормки такая прикормка мелкий помол как раз для зимы то что надо с очень легкой с очень легкой ванильной ароматикой чикаго прикормка очень люблю я эту прикормку черный лещ использую в круглый год в 95 процентов рыбалки тоже вообще не париться ловлю я в кубане ловлю карася ее и не парюсь все поэтому сначала прикорм обязательно чуть-чуть воды буквально капельку воды чтобы сама прикормка стала влажной не знаю видно на камеру ли нет она стала темнее взяла чуть-чуть воду еще капельку довольность она намокла и стала темнее нужно чтобы до добавки аромы на основе милайсель прикормка взяла напитала воду после этого длитель без проблем все вот даже слегка 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 начала липнуть но при этом она вообще сухая теперь вот я добавил капельку воды теперь нужно дать прикормки какое-то время постоять минут десять я на рыбалке друзья никогда не спешу сейчас в районе восьми утра клев я думаю раньше десяти не начнется вообще спешить никуда на последней рыбалке карась подошел и так же приехал а карась подошел клевать около одиннадцати аж начал ловиться больше двух часов и ждал подхода сейчас не знаю вообще будет или нет увидеть что творится вода поднималась жижа грязь тогда было жижа сейчас вообще все затоплено как будто бы недавно был подъем здесь воды ну вот ребята прикормка подсохла вообще не лепится рассыпается все это значит сама прикормка взяла воду которая была сверху и теперь им смело можно лить арому на основе миласа у меня капельку осталось мотыля капелька и его вылить лежит место занимает юни у воды тут вообще ни на что не влияет и немного добавлю халибуда в принципе можно любую мясную мотыль опарыш халибуд мидия червь холодной воде немного буквально чуть-чуть или же можно просто или же можно просто взять прикормку уже с этим запахом но почему я делаю вот так беру с нейтральным запахом не сильным прикормкой добавляю арому потому что вот это арома она будет быстрее растворяться в воде и распространяться чем-то арома которая в прикормке запах рыбьего жира попер детство запах так как я буду ловить на поплавок я буду забрасывать прикормку шарами лепить шарики и забрасывать поэтому прикормку делаю более тяжелую чем приловленный фидор минут чтоб шар налетел и дошел до дна и только там начал растворяться все прикормка получилось очень липкой очень тяжелой даже кажется что слегка переборщил воды но она сейчас постоит еще доберет воду и возможно даже еще буду кабель капельку добавлять но это уже перед самым забросом а теперь занимаюсь удочкой вот такая у меня удочка длиной 6 метров на конце у нее вот такой веревочный коннектор на которой резко цепляется петелькой это удочка без колец жестким креплением оснастки с кольцами в таких условиях я ловить не люблю эти с кольцами удочки правило более тяжелые или очень дорогие так хоть болонский вот такая красотка удочка довольно легкая хотя из недорогих китаец но при этом довольно мягенькая для некрупной рыбы обалденно держит некрупную рыбу на келушках уже сгибается в бублик вытаскивать и просто кайф просто кайф и и и хорошо работать легкими монтажами до трех грамм от полу грамма до трех грамм просто и офигительно забрасывать начну с трехграммового вот такой оснастки все граммовой оснастки если ее будет много не буду видеть поклевки то поставлю что-нибудь полегче коннектору леску цепляю делаю удавочку петелькой набрасываю затягиваю все стоит крепко проблем нету на ком ли у меня резиночка за которую я завожу крючок готова удочка собрана ну что друзья глубину выставил прикормка готовая начинаю лепить шары и забрасывать выкинуть чуть больше половины прикормки из того что у меня есть сразу делаю шары максимально плотный шарик он очень плотный будет долго лежать размокать и не спеша звать рыбу но когда соберет краску есть что будет откусывать и вкусы уже вкуснятинки 1 пошел готова оставил прикормку вот эта прикормка мне нужно чтобы время рыбалки когда затихает клев по чуть-чуть ее подкидывать маленькими шариками дополнительно поднимая азарт у рыбы а пока у меня есть минут 15-20 нашумел чтоб рыба подошла можно спокойно попить чайку пойти друзья из насадки у меня сегодня опарыш красный и в машине есть пачка червя в принципе все смотря я не смог купить не попался по дороге перед этим работа не мог вырваться ну все начинаем так только вот пацан забрал забыл собрать пока голову отложу начну с одного красненького как обычно потеплело и опарыши сразу начинают танцевать на крючке когда по холоду ловишь одеваешь он скукоженный как будто замерз ну что друзья погнали первый заброс хочу рыбку хочу карасика ветерок слева направо соседи начали половлять карася начнем я надеюсь будет оп 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 иди сюда место есть ребята есть первый вел так аккуратненько есть такой кругляк красавец 10 февральский карась просто приподнял и вел погодка сегодня обещали классная вчера в краснодаре плюс 16 было просто было офигительно а я на работе в офисе сидит движение на точке иди сюда иди сюда красноперка ребята красноперка со дна вот такая красноперая красавица смотрите зимой со дна давай 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 боец давай давай есть кто ребят тарань бетон хорошая зачетная тарань ну вот смотрите шикарная зачетная азовская тарань азовская тарань вот так может быть добавить пылящей прикормки чтобы ее поставить поймал уже карася тарань подлещика красноперку четыре вида рыбы когда видов это у это кто карасевич шикарный отличный карась вот такую красавицу давай 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 кто тут такой есть 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 красавчик да карась охренительный просто шикарный давай соседи матюкаются во все иди сюда иди сюда красавица иди какой ты боец а какой ты боец нифига себе тарануха нифига себе в этом боец ребят смотрите какая больше ладони ребят смотрите тарань шикарная нифига себе честно знал бы тарань я взял бы другую прикормку я бы сделал пылящую плотву не ожидал не ожидал надо набрать где-то грунта сухого и выскочить с грунтом на карася уже на степной водоемчик какой-нибудь иди сюда иди сюда боец боец какой карасяндра вот так вот чуть выше на дном 10 клюет мелкий карась у дна у самого клюет вот такой шикарный карась и постоянно постоянно под корм постоянно рыбку держим шарики вот эти вот подбрасываем рыбку держим напряжение постоянно чтобы ей вкусняшки на голову сыпались кроме той прикормочки что там давай 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 офигеть вот это я кайфую ребята я сегодня 23 февраля кайфую как настоящий рыбак ребята это класс я вам всем так желаю больше кайфовать ай смотрите смотрите класс несколько дней тепло и такая активность с прикормкой угадал все сделал правильно рыбку нас вызывает несмотря на то что со всех сторон рыбаки все кормят и у меня отзывается рыбка лучше всех бебе бебе на редиска я об иди сюда едим и хорош ай какой рыбка сегодня будет праздничный столб сделаю шашлычок и пожаре карасик и все это холодненькой беленькой нашей русской запью ребят использую монтажи оснастки для поплавка которую делаю сам ловлю с подпаском вот у меня подпасок смотрите поводок съемный расстояние между грузилами основными и дальше поплавок как и делаю эти оснастки можно посмотреть перейти по ссылке оставлю прям в аквариуме подробно показываю как они работают почему именно так почему это лучшие монтажи оснастки показываю как я их собираю все подробненько прям в аквариуме показываю как работает подпасок заходите смотрите интересное видео возможно для себя подчеркнете что-то новенькое иди сюда иди сюда сошел мне часто начинают писать что я это для условий аквариума что в нормальных условиях невозможно ловить у меня за два года на канале огромное количество видео по ловле на поплавок где я ловлю исключительно на эти оснастки кроме тех видео где я ловлю на гусиное перо это отдельная тема сегодня касаться не буду сосед наконец-то поймал хорошего карася слева ловлю совершенно в разных условиях на течение на сильном течение даже ловлю сильный ветер в стиль во всех условиях рыба там тасуется берет во всех условиях я использую исключительно этот монтаж это универсальный монтаж делается легко и при этом вы из него сделаете все что хотите хотите якорить и поплавок хотите делайте чтобы медленно падала насадка хотите чтобы быстро то есть вариантов валом до единственное нужно иметь несколько поплавок ков несколько монтажей у меня их собой полтора десятка на рыбалке я беру для определенных условиях они есть для течения если ловли карпа для всех разных и суда и суда и суда не крупненькая красноперка заметно отошел карась для совершенно разных условиях мало того так как его ли без катушки так называемый глухой оснасткой это более универсально более правильно катушка нафиг не нужно она только утяжелеет снасть с катушкой это называется баллон скаловать ловля правильно использовать исключительно на течение в толще воды стоит рыба в этих вот такая основная у меня удочка шестиметровка зрение у меня проблема на большей дистанции я буду просто плохо видеть поплавок зрение подкачивает шестерка меня устраивает в большинстве случаев ее хватает если вы посмотрите на видео я в основном держу удочку на весу на колено облокачиваю поэтому если будет тяжелая оглобля я не смогу течение ветер во всех условиях я использую этот монтаж мне надо я добавил подпаска в заякорил надо поднял надо сделать мне медленно чтоб медленно тону я сделал медленно она чтобы тонула скачками развел грузила как бусы начинает падать скачками то есть ну буквально для всех опыта для всех условий для всех видов рыб можно подобрать выставить этот монтаж тарань тарань хорошая отличная тарань зачетная больше ладони по холодной воде я предпочитаю использовать исключительно красного опарыша мало того даже по теплой воде я предпочитаю использовать красного опарыша он более универсальный рыба его меньше боится особенно по холодной воде на белого можно не видеть ни одной поклевки бывает ситуация попадал несколько раз когда красный не работал работал белый значит какие-то были условия у меня это было течение и на течение река кубань очень отвратительный клев рыба в полном коматозе и вот тогда иногда были поклевки исключительно на белого опарыша в год это у меня одна-две таких рыбалки попадают притопил придержал и резко бык все остальные рыбалки у меня это красный опарыш девки чтоб я не ловил весенний сазан весенний карп карась подлещик плотва тарань у всех свое предпочтение у меня вот такое надеюсь этот совет вам положит поможет больше ловит рыбы иди сюда иди сюда иди сюда боец бого какой вот это да карасище карасище бьется до последнего красавец за 400 грамм вот такой февральский красавец друзья а вот ребята соседи кричат с левой стороны говорят поймал одного карася и красноперку потому что вот такой клев у меня слева от меня сосед ловит иди сюда на и сюда иди сюда поплавок перо на канале есть несколько видео ребят делаю на перо рассказываю про перо и также рассказываю показываю в аквариуме почему поплавок перо плохой для меня это было очень большое разочарование я был от этого в шоке когда я понял то есть мой поплавок детство на который переловил много мне целые опасы пишут что я не прав рассказывать надо огружать поплавок перо много пишут вот слева от меня ловит сосед все то как я рассказываю как ловит 99 процентов рыбаков как лук как ловит 99 процентов рыбаков на перо у него большая глубина я ловлю где-то иди сюда глубина у меня где-то два спона метра у него больше трех метров глубина выставлено тяжелый груз поплавок лежит в натяжку под углом 45 градусов слева от меня первый рыбак и он не поймал еще ни одной рыбы хотя это от меня буквально в 20 метрах потому что рыбы как грязи она активно но все как я рассказывал тяжелый поплавок перо грузоподъемность около 3 грамм у него обычное большое перо то в районе 3 грамм тяжелый груз один скользящий не скользящий ролик не играет лежит на дне тяжелый груз большая глубина поплавок не нагружен он просто удочкой натягивает поплавок чтобы он лежал наискось как ловит 99 процентов рыбаков на перо то о чем я рассказывал показывал иди сюда в аквариуме ох какой красавица иди сюда иди сюда иди сюда вы думаете у него рыба не подходит красавец смотрите шикарный у вас иди рот порваны офигеть эти контужены я даю миллион процентов что рыба у него подходит берет насадку чувствует вес груза тяжелый 3 грамма и бросает если бы рыба была карась там весь клевал под кило он бы нет нет ловил бы так как карась среднем 200 300 грамм он не ловит я не зря эту тему поднимал не зря про первом много показывал рассказывал не для того чтобы просто снять видео а чтобы вам наглядно показать чтобы вы могли поймать рыбу чтобы вы могли много регулярно ловить он периодически подкидывает какую-то прикормку возможным макуху кусками иди сюда а я ловлю рыба немножко такая разница вот он поплавок перо вот он перед сейчас стоит под углом небольшим сейчас за ему стоит натянуть леску на себя в апперическом он раз уже под 45 лежит вот как ловит у нас основную часть рыбаков я все это вижу каждую рыбалку буквально каждую и поэтому решил папиру снять такие видео да с его удочка с его стилем ловли это нормально все равно я бы не делал так по-другому я бы купил перо другой поплавок на закорил бы подпаска все сделал по-другому бы я бы больше ловил даже на его удочку на тяжелую с тем что она у него постоянно в воде лежит без глаза ребят солите что за уроды попадаются крючок у меня сейчас стоит 14 номера но не помню это такой крючок это гамакатсу черного цвета не помню номер он видите смотрите с длинным цевьем крючки с длинным цевьем одни из самых моих любимых они по засекаемости одни из лучших и когда клев очень маленькая где процент засекаемости и всегда предпочитаю ставить крючок с длинным цевьем секутную рыбу лучше всего не считай вот это вот это . среди бы вы хороший карась отлично на чеке какое-то желтое пятно потом вторая рыба желтым пятном 1 видел вот тут где-то было 2 раньше мне таки не попадались ребят если знаете напишите что это за фигня никогда не видел желтые пятна вот такие отдельные ну что ребята рыбы много карась клюет отлично поймал карася подлещика сазанчика тарань красноперка 5 выдав видов рыб в конце февраля класс сейчас посмотрим улов красота 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 Продолжение следует... Ну что, ребята, ни много ни мало, всего лишь одно 20-литровое, одно ведро рыбы 23 февраля на одну поплавочную маховую удочку. Друзья, в этот день всем, кто причастен к этому великому празднику, поздравляю еще раз чистого неба над головой. До новых встреч, друзья!